Самарские новости спорта Матч между командой железнодорожников и сборной командой заводчан авиапрома Этот день считается днем рождения крыльев советов Хотя любители футбола помнят баталии и мирного времени Это один из первых стадионов в Самаре Он был построен в 25-м году Построен, скажем так, всеми, кто был неравнодушен в то время к спорту Ну и вообще жителями Самары Ну и буквально через 4 года на этом же стадионе состоялся первый международный матч Между командой Самары и французской командой В 42-м локомотив победил авиаторов 5-3 В прошлом году железнодорожники тоже праздновали успех со счетом 4-0 И, наконец-то, переходящий кубок запасной столицы завоевал авиапром Для этого сегодня им понадобилось забить всего лишь один мяч Победу капитан команды объясняет сыгранностью и сплоченностью футболистов Наша команда неоднократно принимает участие в различных турнирах, проводимых под эгидой Роскосмоса и авиационной промышленности, где мы являемся чемпионами, неоднократно призерами Как и 70 лет назад, сегодня игра между локомотивом и крыльями советов стала апогеем спортивного праздника До этого матча состоялся турнир по мини-футболу среди восьми корпоративных команд Это в очередной раз было доказательством, что футбол в Самаре больше, чем футбол Все, что есть для развития футбола, кадры, спортивная инфраструктура, интересы детей и взрослых, пример команды, пример ветеранов Вот такие пропагандистские акции, все у нас для этого есть После ретро-матча футболисты разъехались по домам, а в 1942 году многие участники ушли добровольцами на фронт Великой Отечественной войны Ковать совсем не спортивную победу, и это у них получилось 9 мая 1945 года Это были новости спорта от Сергея Кизоркина, будьте здоровы и занимайтесь физкультурой